Шапка. Гейт на юмор. Мануал по юмору. Для такого приколиста, как я, это расплюнуть. Картотека моих видеокеков насчитывает уже 127 экземпляров. Было всё. Сарказм, сатир, троллинг, абсурд, жонглирование фруктами, изнасилование фруктов, добьём финальным аккордом в виде трепанации кеков на молекулы. Шо такое этот ваш юмор и нахуа он нужен? По сути, ржомбич это защитная реакция нашей тушки на окружающую среду. Появился, когда первый монке удачно съебался от саблезубого тигра, спрятавшись в какой-нибудь пещере от неминуемой пизды. Наш предок тыкал факи несчастному животному, жёстко хихикая, мол, «Пососи, я чуть не умер, и поэтому мне так смешно». Монке, которые регулярно находились в условиях неминуемой смерти, испытывали по КД мощнейшие волны стресса, ибо куда ни шагни, всё вокруг в этой саванне хочет либо тебя съесть, либо отпиздить, либо удрать, чтоб ты сдох с голоду. Такой напряжный расклад свою очередь приводил к хроническим недугам и ослаблению иммунитета, а ослабленный иммунитет уже увеличивал шанс сдохнуть от вирусов, бактерий, заражение крови, ну и стимулировал развитие злокачественных опухолей. По кумеков, эволюция решила помочь Монке самолегально и без барыги снижать уровень кортизола в крови через смех. То бишь, когда в организме идут воспалительные процессы, выбрасывается адреналин и кортизол, смех помогает подавлять эти приколы, облегчивая ваше состояние и даже местами вызывать лёгкую эйфорию. Капец, получается, что в этом вашем комедиклабе наркоши все. Гляди, как ржут, я бы им туда гранату захуярил. Из этой физиологической фишки вытекает следующий пункт. Ржомба реально продлевает жизнь, так как стресс таки ускоряет процессы старения и может быть причиной всяких неприкольных заболеваний. Поэтому кейки, хахи, охи помогают твоей тушке прожить чуть подольше. Кто это, Мурат, отдельный вопрос, конечно. Донат в стиль с самой низкой комиссией на рынке. Карты батлнет и плейстейшн. Пополнение мобильных игр напрямую. Все это и многое другое на донатов.нет. В наше время убить монкисов заметно сложнее, но уровень стресса от этого не уменьшился, так как вместе с повышением комфорта появилась гиперчувствительность современных обезьянок, а посему даже тройка в зачетку может вызвать у Сабжа лютый тильт с разрывом жопного кольца. Исходя из этого, делаем очевидный вывод. Люди, которые могут в юмор нравятся другим людям, так как эти чуваки на животном уровне помогают нашему организму в борьбе с кортизолом. Приколисты это этакие ходячие антистрессы, только если на них надавить, с них жижа пойдет. Собственно, я слышу женский голос, сразу же вырубаю, но, чел, женщины тоже люди. На приколисты располагают в себе вообще всех людей, даже женщин. Сложно объяснить, но если вы в состоянии довести до слез девушку, чтобы она прям в истерике каталась, то шансы на секс заметно повышаются. Ну, если рассмешить ее, то тоже повышаются, кстати. Ну, Илюха, шо такое юмор? Я вот, когда пытаюсь выдавить шутку, получается не мем, а чокопай поляшком. Что за отстой? Ёлки-палки, блядь. Юмор, с какой-то стороны, штука субъективная, ибо разные рофлы рвут ёбла по-разному в разной группе людей, поэтому, вероятно, ты просто не попал в таргетинг. Другое объяснение, юмор субъективен отчасти, ибо такие существа... Женщины тоже люди, я этот момент записал. Так, каргас. Ты думаешь, меня экспедиции это разъебывать будут? На чьей-то стороне? Сложно, дастся и приколов. Можно просто сказать, «Ааа, помогите, у неё вагина!», а можно навалить плотной двойной шутки с интересными образами, приправленной сатирой. И только потом закричать, что у неё вагина. Ну, или в конце концов, показать взрослому человеку приколы из смешариков, или стендап какого-нибудь у Луи Сикея. Очевидно, больше реакций у взрослого человека вызовут смешарики, а этот копаточ, ну, прям мем ходячий, ей богу. Но знаете, что по-настоящему будет смешно? Когда ваши друзья в Star Rail нафармят себе пачку пятизвёздочных импш... Нихуя. Нихуя. В описании и качай Star Rail, а также не забудь активировать промокод на 50 звездного нефрита. Выкупание юмора и силу реакции на шутку определяют первое интеллект, а второе насмотренность. Если у многих людей интеллект наеблишен... У Каргаса, кстати, есть женщина, думайте. ...написан, то вот с насмотренностью все куда сложнее. Обычно подобное прощупывается уже в процессе рофлов. Чем больше видов юмора потребляет чел, чем больше человека часов он проебал на стендапы, ситкомы, комедии, сатирические или абсурдные сериалы, тем больше приколов данный тип сможет выкупить. С одной стороны хорошо, а с другой стороны рассмешить такого чела сложнее, ибо много рофлов с похожими ассоциациями он уже хавал и свое, как говорится, отсмеялся. Насмотренность помогает не только в понимании юмора, но и способности этот юмор применять. Чем больше... Жесть. ...чем больше употребляете рофлов, тем больше шуток запоминаете. Ну а если вы не такой, то запомните не конкретную шутку, а ее конструкт. После чего можно пересказывать не одну шутку миллион раз, а нагенерировать миллион своих шуток, всего лишь используя паттерны. Паттернов таких дохуя, как и стилей юмора, есть исследования, где конкретный тип юмора коррелирует с IQ, что как бы намекает, что умение генерировать приколы и их выкупать, это еще один показатель интеллекта. Чем умнее челик, тем больше у него словарный запас, тем быстрее у него скорость мышления, тем проще ему генерировать прикол, так как в его башке больше ассоциаций, на базе которых он может родить какой-нибудь рофл. Черный юмор юзают в основном челы, чей IQ выше среднего, то же самое с челами, которые его выкупают. Однако черный юмор, это не то же самое, что оскорбление. Тут речь идет о более тонких материях, типа сатиры. Как раз таки токсичный юмор, это показатель довольно... Есть мой Бенберг, зачем мне женщина? Женщина видео не сделает. Но я все равно можно запереть в подвале. ...посредственного интеллекта, где шутка даже не столько шутка, а когда чела тупо булят, ну как Серега из ЧБД, мэйби, кто-то помнит. Пришел чел, а он ему, ну ты же петух, ну ты же кудах-кудах, гомик, типа бля, понял нахуй? Вот это вот прям оно, если че, ЧБД шлаг для дебилов, смотрите лучшие мои... Бля, это ЧБД невозможно смотреть. Little Pony, там хотя бы у животных все конечности. Ну есть хорошие выпуски. ...на месте. Типы юмора все и так знают. Мои любимчики это абсурдный юмор, разрыв ожиданий, гиперболизация, сатира и ирония. Гиперболизация, наверное, самый простой способ выдавить какой-нибудь прикол, ибо комичную ситуацию или образ мы просто искусственно раздуваем. Ну, например, чел случайно упал в лужу, а ты ему говоришь, нихуя себе, ты че, в шахту провалился? Нет, я что-то пропустил, у вас будет созвонся XBT. Да, в воскресенье созвонимся с Виталией и, типа, побеседуем. Он сказал, что я смогу задать свои вопросы. Мне интересно, чем это все закончится. Ха-ха-ха, блять, убейте меня. Сюда же относится ирония с сарказмом. Разница в токсичности. Если ирония может быть вполне безобидна, то вот сарказм может забулить чувство какого-нибудь тюбика и спровоцировать агрессию. А я напоминаю, что наша ебала создана для красоты, а не пиздюлей, так что держите это в голове. Я про пистолет, если что. Нормальным сарказмом будет, если использовать его в обзоре на ситуацию. Ну, например, мотоциклист прыгает через горящее кольцо, и вы такие, блин, выглядит безопасно. И прыгаете с окна, нахуй. Плохой сарказм, это вести себя как мудак. Мне крыша еще не достроена, как у чердака. Так, ну, условно, ваш собеседник что-то говорит, а вы такие, да? Серьезно? Ты так думаешь? Или чел рассказывает историю, а вы такие, у, блядь, так интересно. Не думал писать сценарий? А ты не думал перекусить прям хокком, нахуй. Токсичный сарказм, это для особенных богом поцелованных деток с инвалидностями. Использовать только с друзьями, а не то кринжанете в трусы. Разрыв ожидания. Стоп донат, стоп донат, стоп донат, повторяюсь, стоп донат, это самозванец, не верьте ему. Стоп донат, реально, больше не донайте, пацаны. Не, охуенный тем, что и у зайца неожиданно. Самый смешной кек там, где его не ждут. Каша его регулярно юзает. Янчик на этом все миллионную аудиторию сколотил, что как бы подтверждает, что этот тип юмора реально хайпует. Абсурдный юмор тоже близко стоит к разрыву ожиданий. По сути, это просто когда ты говоришь какой-нибудь бред. Настолько алогичный, что даже смешной. Ну, например, висит груша, а нельзя скушать. Что это? Правильно. Большой десантный корабль БДК-46, 4400 тонн до отказа забитой техникой и живой силой. Илюха, а как научиться шутить, если ты вообще додик? Ну прям тотальный днокл. Открываю ебало и все плачут, они смеются, шо мне делать? Значит, есть два способа легко выдавливать прикол. Первый вариант я рассказал выше, это гиперболизация. Прям уж нахуярится. Сарказм. Другой вариант, который еще проще, это шутить ебаными мемами. Вот прям стать картотекой интернет приколов и лупить их под любую подходящую ситуацию. Помню, когда хайповал приколдес с птичкой, мой знакомый по КД говорил, Так будет? Не, это будет личный разговор. Хотелось, конечно, из его ебало молотком котлету сделать, чтобы узбогоить, Но кто-то таки с этого разъебывался, поэтому берите на заметку. Если хочется стать прям генералом юмора, то важно понять, что есть у большинства юморных челов. Ну, во-первых, они достаточно умны, чтобы под определенную ситуацию найти ту комбинацию слов, Которая вызовет ржомбич. Не, прикиньте, мы будем сидеть с Виталиком, и я в это время, погодите, начну своей женщине там, Да-да, PlayStation 5, да, с Человеком-пауком, да-да-да, лимитировано. А, погодите, о чем мы говорим? У миллиона слов подобрать нужную комбинацию необходим мощный процессор и многооперативной памяти. Естественно, нужна информация, из которой эти слова вы будете брать. Поэтому в идеале много читать, запоминать и думать. Второе, они в меру смелые, ибо берут на себя риски обосраться, рассказав нержобный прикол. При этом эти падлы генерят приколы на расслабоне. Это значит, что нужно даже когда стрёмно шутить, несмотря ни на что. Кто понял, тот понял, к чему отсылка. Также, чем больше вы шутите, тем лучше вы понимаете, какая шутка хуёвая, какая хорошая, Тем самым отфильтровывая контент. Во-вторых, задача сделать лёгкость и забавность перманентным состоянием, Ибо если ты рассказываешь рофлы налегке, то и последствия неудачного прикола не так сильно лупят по менталке. Из всего этого вытекает ещё один неприятный момент для интровертов и омежек. Юморные челы достаточно общительные для того, чтобы находить ситуации под шутки. Или если их нет, они создают их сами. На канале есть гайд на риторику. Там прям мануал по прокачке речи, что поможет увереннее себя чувствовать в обществе нормисов. Ну или покупай мой курс «Острый язык». Там я рассказываю... На Стиме будет разговор, а в Дискорде... Как правильно есть ножи. В-третьих, чтобы применять прикольные ассоциации, нужна креативность. А чтобы их забавно отыгрывать, нужны навыки в актёрском мастерстве. Это уже четвёртое. Пятого не будет, у меня пальцы закончились. Также, как мне кажется, юмор зарождается ещё в пиздючестве. Контент, который мы потребляли в детстве, напрямую влияет на наш образ шуток. На наш стиль мысли, я бы даже сказал. Я как человек, который рос на Соус Парке, а по сей день вижу много параллелей между своим юмором и детищем Трея Паркера и Мэтт Стоуна. Конечно, с возрастом всё усложняется, добавляется больше паттернов, ассоциаций и вариаций, на основе которого рофл получается. Но вот то самое ядро остаётся неизменным. Ну, это просто моя теория, а я шизик, помните об этом. Помимо всех вышеописанных пунктов, а именно уверенности, актёрском мастерстве, интеллекте, креативности и харизматичности, я... Блин, не, я не думаю, что Виталия будет смотреть что-то про меня. Но если он будет что-то смотреть, я думаю, что ему накидают инфы про меня. Но я надеюсь, что не будет кринжа, типа там, со страйком Тарана и прочего. Я надеюсь, что как-то по существу будет. Я бы ещё добавил насмотренность. Чем больше юморесок ты хаваешь разного вида приколов потребляешь, тем шире твой запас генерации и мемов. В теории, если нон-стопом смотреть стендапы, юмористические сериалы, читать книжек, где много рофлов, можно нехило так капнуть свои статы в юмористическом ремесле. Для совсем задротов есть прям конкретные конструкции, типа сетап панчлайна и прочих. Но это тоже не панацея. Вон, Ларин выёбывался, что все вокруг не смешны, ибо нет сетапа им панчлайна. А потом просрался с... Имможинируйте вырасти на юморе Илюхи Жопича. Юмор Илюхи Жопича это самое лучшее, что есть на свете. Чел. Илья Мэдисон воспитал больше людей, чем... Не знаю... Кто воспитывал ещё детей. Ну, какой-то другой чел, который воспитывал детей, Илюха больше воспитал, короче. Домиком на деревьях и завалил ебало. В принципе, ничего удивительного. Юмор, хоть и можно структуризировать, штука эта по-прежнему очень эфемерная. Ведь юмор плотно идёт с ногой в ногу вместе с вайбом человека. Сама шутка в вакууме может быть полной хуйнёй, но если её расскажет человек с подходящим вайбом, отыгрыжем, со своими... Ты меня воспитал. ...фишками характера, то она может стать разъёбной. Помню, была ситуация, сидим в компании, один чупик нравился девочке. Ну и сидел другой тип, на которого всем было поебать. Так вот, он сказал шутку, и девочка даже бровью не повела. Но стоило парню, который ей нравится эту шутку, повторить, так она разъебалась... Деда Островскую будешь писываться? Чел, я подумаю, я подумаю. Будет интересно. ...топли, запустив цепную реакцию. Это наталкивает на мысль, что реакция от шуток не в последнюю очередь зависит от отношения к рассказчику. Если чувака все любят и обожают, то даже средняя шутка в его руках может вызвать разъёбный эффект. Также и наоборот, если к тебе относится херово, то такая же шутка либо не вызывает эффекта вообще, либо вызовет ещё большее отвращение. Аутсайдерам в плане юмора нужно прыгать на две головы выше и в плане качества шутки, и в плане подачи, если к ним относятся как к дерьму. Думаю, это и так понятно. Поэтому подписывайся на мой телеграм, там учат, как не надо шутить, а ещё там опросы по видосам и всякий полезный став. Фонкайте. Фонкните мне в попу. Хороший видос.